МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить. Обзор сегодняшних событий» в изложении наших авторов. Коротко о главных темах программы. Пришло время. Рязанские дороги начнут чинить сразу, как позволит погода. Вот и наторговала продавщица магазинчика на Первомайском проспекте снабжала горожан запрещенным насваем. Всех к досмотру после пожара на Пелораме в Рыбновском районе распоряжением властей будут проверены все деревообрабатывающие предприятия региона. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Сегодня стало известно, что рязанские полицейские пресекли деятельность, говоря официальным языком, преступного сообщества. Деятели занимались выводом из легального оборота денег организации предпринимателей. Пока правоохранители говорят о 15 злоумышленниках. Схема деятельности была несложной и популярной у мошенников. Фирма от додневки, обналичка и так далее. Просто оно, конечно, просто. Но только и так вот запросто в тень было выведено больше 5 миллиардов рублей. Это можно целый город купить со всей инфраструктурой и жителями в придачу. Теперь главный подозреваемый волей следствия переехал из комфортабельного, даже роскошного жилья в другое помещение с общим отхожим местом, называемым парашей, и тем самым небом в клеточку. Его имущество арестовано, возможно, и его сотоварищи в сколе разделят. С начальством непритязательный уют следственного изолятора. Вокруг недавнего пожара на Пелораме в Рыбновском районе завертелся другой огонь, следственно-информационный. Стало известно, что на злосчастном предприятии в пламени погибло двое работников. Нетрудно догадаться, что трудились на Пелораме, как говорится, незадорого. Азиатские гастарбайтеры, вот они-то и сгорели. Двое насмерть, один в больнице с ожогами. Региональное следственное управление занимается этим делом. По данному факту, Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России Рязанской области в настоящее время проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователям предстоит установить личности погибших, также причину их смерти и все обстоятельства произошедшего. По одной из версий, причина пожара – это замыкание электропроводки. Стало известно, что рязанский губернатор Олег Ковалев дал поручение руководству регионального управления МЧС установить причины пожара, а также провести внеплановые проверки деревообрабатывающих предприятий региона. Пристально изучать их будут не только огнеборцы, а и работники миграционной службы, чтобы выяснить, насколько законно используется там нелегкий труд мигрантов. Стоит напомнить, что в Рязани гибель гастарбайтеров потихоньку становится тенденцией. Из последних случаев 21 декабря минувшего года на заводе Шинглас во время очистки хранилища гражданин Узбекистана насмерть завалил сухим битумом, а 15 января год наступившего 19-летнего Узбека на городской свалке задавило бульдозеру. А потому время серьезных проверок условий работы наших трудовых гостей из южной стороны действительно назрело. Теперь к другим темам. В связи с потеплением ждали мы наводнения, а дождались опять снежка. Ну, не будем забывать, что февраль месяц все-таки зимний. В южный, ветреный, в смысле быстрого движения воздуха. Еще вчера асфальт был наг и не прикрыт, требуя начала работы над собой хотя бы в формате ямочного ремонта. Потому рязанское начальство эти самые работы запланировало. А запланировав, не собирается отступать. Когда это стало известно, мы решили поинтересоваться, а когда, где и как будут проходить работы. И как это соотносится с капризной сырой погодой. Вот комментарий на заданную тему. Когда или отрицательная температура подсушивает у нас асфальтовое покрытие, или когда полностью сходит с дорожного покрытия вода, когда высушиваются те необходимые места для ремонта, так только в этом случае мы производим ямочный ремонт. Понятно, что в настоящее время, в данный период погодных условий, когда у нас ночью отрицательная температура, днем положительная температура, то физическое явление расширения воды при переходе с плюса на минус увеличивает количество недостатков на дорожном покрытии. Поэтому этот самый такой период, когда необходимо производить ямочный ремонт, и нам на это указывают и сотрудники ГИБДД, выдают предписание по тем определенным участкам, где есть явная необходимость. Также, если влажная погода не позволяет нам производить литым асфальтобетоном ремонт, то мы производим подсыпку щебнем, как временная мера, которая позволяет улучшать безопасность на наших дорогах. Добавим, в феврале запланированная работа на улицах Куйбышевское шоссе, Трудовая, Советской Армии, Зубковой, на Северной окружной дороге и Галенчинском шоссе, а также на улицах Черновицкой, Гоголя, Островского, Восковольтной, Весенней, Чкалова, Коширина, Радиозаводская и Михайловском шоссе. Следующему материалу программы положил начало видео, поступившее в нашу редакцию. Здесь можно рассмотреть большую производственную машину, которая как-то подозрительно присоседилась к городской водоколонке. Надо признать, водицу из колонок берут все, кому не лень по старой доброй привычке, оставшейся еще со времен советской власти. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Но и в давние времена такие вещи пресекались. Вода в колонках предназначалась только для тех, у кого не было водопроводов. И сейчас тоже есть определенные запреты на пользование колонками. Согласно правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, при использовании коллективного водоразбора запрещена стирка, мытье автомобилей, транспортных средств, подключение к водоразборной колонке шлангов, трубопроводов. И также необходимо соблюдать санитарные нормы и правила. Но если где-нибудь в европейской стране даже представить местным жителям невозможно, что казенную воду на глазах расхищают, то у нас это запросто. А потому, да еще в связи с тем, что домов без водопроводов у нас стало меньше, водоканал намерен провести оптимизацию коллективных водозаборов, а по-простому колонок. Сейчас проводятся мероприятия по ревизии всех водоразборных колонок, проводится обследование всего коллективного водоразбора. И в дальнейшем в эксплуатацию останутся только те водоразборные колонки, которые необходимы жителям, которые не имеют доступа к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения. Что касается видео, присланного нам зрителями, то его мы направляем в водоканал. Там такие картинки ждут. У нас есть служба безопасности, которая непосредственно занимается данными вопросами. Если у вас есть зафиксированные факты неправильного пользования коллективным водоразбором, предоставляйте нам информацию, желательно с номерами транспортных средств, и мы примем соответствующие меры. Сегодня состоялось очередное заседание Рязанской городской думы. Каких-либо животрепещущих решений, на взгляд нашего парламентского корреспондента Глеб Галушкина, парламент нынче не принимал, а о том, что было, в телезаметке из зала заседаний. На очередном заседании Рязанской городской думы депутатами были внесены изменения и дополнения в бюджет Рязани на этот год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Расходы городского бюджета в нынешнем году увеличиваются более чем на 60 миллионов рублей за счет неиспользованных средств вышестоящих бюджетов. Важно отметить, что большая часть этих средств пойдет на переселение горожан из аварийного и ветхого жилья. Также депутаты одобрили выделение на муниципальную программу по благоустройству города дополнительных 30 миллионов рублей. Пойдут они в том числе и на обустройство сквера на улице Советской армии. Депутаты также поручили городадминистрации передать в безвозмездное пользование Министерству строительного комплекса Рязанской области здание КПП и столовой по улице Коширина-1 для размещения Дома правительства Рязанской области. Рязанские полицейские устанавливают личность неизвестного мужчины, предположительно уроженца нашей области. Человек упал на столичные улицы, получил травму головы и теперь лежит в реанимации одной из московских больниц. Документов у пострадавшего не обнаружено, в сознание он не приходит. Правоохранители предполагают, что мужчина может быть Рязанцем, а потому просят всех обратить внимание на его фото. Приметы неизвестного мужчины таковы. На вид 45-55 лет, рост 170-175 см, волосы темные, на правом плече татуировка в виде парашюта и двух взлетающих самолетов. Просьба ко всем, кому что-либо известно о личности человека, изображенного на фотографии, позвонить по телефону 8 910 567 14 05. Ну вот так выходил крепкий с виду мужчина из магазина, да и упал. Оказывается, загадочные торговые точки есть и у нас. Продаются там товары уж никак к употреблению не предназначенные. В центре Рязани в неприметном магазинчике также тихо и неприметно торговали так называемым насваем, суровой и никак не полезной смесью извести, птичьего помета и прочей дряни. Уж чем она привлекает потребителей, сказать трудно. Ну, наверное, есть любители куриный помет пожевать. Так что тут поделаешь, еще не таких чудаков знает человечество. Но если продукт запрещен к продаже, то торговать им значит закон нарушать. Впаривала покупателям этот самый насвай женщина вполне зрелых годов, согласитесь. В 49 уж как-то неловко говорить. Ай, ничего не знаю, книжек не читаю, простите уж мою головушку. И тем более, если торгуешь запрещенной дрянью из-под прилавка. А дело было поставлено технологично и аккуратно. Оперативники отыскали все под тем же прилавком 22 пакетика с гранулированным на свае общим весом более полукило. Я не знала, что это ерунда. Да, я продаю. В какой цене реализованы продукты? 30 рублей. За пакетик? Да. То есть вы не знали, что это? Ну, мне сказали, это как сигареты курительные снижки. А кто сказал? Ну, первый человек, который приносил. Когда уговаривал, что я его продавал. Ну, вы знали этого человека? Ну, я не знала, он просто, я говорю, раньше-то есть продавал, кто-то тоже продавился. Данная продукция изъята, возбуждена административно расследование, предусмотрена статья 453, часть 2 КУАП РФ. По фактам проводится проверка, в ходе которой устанавливается, откуда данная продукция поступила на территорию Рязанского региона. Устанавливаются собственники магазина, которые реализовывались. По результатам данной проверки будет принято профессиональное решение. Сегодня в Рязани открылся форум православной молодежи. Его тема звучит так. Церковь и молодежь – пути во взаимодействие. Состав ВИПов православный форум собрал самые представительные. От студентов, преподавателей и богословов до нашего митрополита Вениамина и губернатора Олега Ковалева. На открытии форума был Глеб Галушкин. Участие в форуме православной молодежи стало одним из значимых событий в жизни Рязанской митрополии в этом году. Поддержку таким инициативам оказал и губернатор Олег Ковалев. Перед переполненным залом рязанских студентов он сказал, что форум должен быть направлен на обсуждение духовно-нравственной тематики, а также патриотизм. Безусловно, ваш форум будет способствовать совершенствованию работы по патриотическому воспитанию молодежи, по патриотическому воспитанию общества, формированию молодежности и ориентиров на лучшие образцы культуры и традиций в духовной и светской сферах. Митрополит Рязанский Михайловский Вениамин в своем обращении напомнил, что одним из духовных стержней скрепления общества является культура, заложенная еще далекими предками. Наша цель, наверное, с того времени одна – поддержать людей, самим стать добрее. И сейчас снова идет та же самая Бородинская битва, или Куликовская битва, или Прохоровская битва. Если на этих полях сражений мы видели врага перед глазами, наши отцы, деды и прадеды, то сейчас идет битва за наши умы, за наше духовное состояние. И, к сожалению, мы не видим того противника, который разрушает наши души и отводит нас от наших корней. Также Владыка добавил, что в скором времени при каждом храме будет помощник по работе с приходской молодежью. Наша программа подошла к финалу. В завершении скажем, что сразу после нас в эфире телекомпании «Город» будет проект подробностей. Напомним, сегодня заседала Рязанская гордума. О ее работе и ближайших планах муниципалитета сегодня в нашей студии рассказывает глава города, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. А у нас на сегодня все. Завтра вместе подведем итоги рабочей пятидневки. Хорошего вечера. До встречи в эфире. Рязанская гордума.